Здравствуйте, дорогие наши телезрители, все, кто смотрит наш цикл «Тайна русского слова». Как и у нас принято нашу очередную передачу, мы начинаем с ваших писем. Спасибо вам большое. Было очень приятно, что в нашей стране так любят и помнят великую русскую поэтессу Анну Андреевну Ахматову, ибо стихотворение, которое прозвучало в конце прошлой передачи, оно принадлежит ее Перу. Это так. И называется она, на удивление, она называется «Мужество». Два слова, да, не могу не сказать. Дело в том, что интересно, когда датировано это стихотворение, оно написано Анне Андреевне 23 февраля 1942 года. Давайте вспомним, что это за время и что это за дата, да. 23 февраля, да и сегодня тоже этот день празднуется. Тогда это был день советской армии, да, так называлось. А сегодня это день российской армии. Но это всегда день, когда мы чествуем наше воинство. 1942 год. Дело в том, что Анна Андреевна родилась на юге в городе Одессе. Но любимым городом ее стал нынешний Санкт-Петербург, тогда Ленинград. Но так как город был окружен немецкими войсками, находился в конце блокады, в кольце, простите, блокады, то ей пришлось покинуть свой дорогой город. Вот она находится вдалеке от любимого ею города. Зима, страшные вести приходят с фронта. Город ее окружен фашистами. Скажите, пожалуйста, о чем может писать поэта в это время? Это поразительно. Но в день, когда празднуются, чествуются наши войска, в самый страшный, тяжелейший период войны она пишет стихотворение о русском языке. Вот это поразительно. Она называет это стихотворение мужество. Ведь, согласитесь, есть о чем подумать. Еще небольшое открытие, а впрочем, почему небольшое? Для меня оно было очень важным открытием. Я сделал несколько лет тому назад, когда писал свою книгу, я в очередной раз прочитал это ее стихотворение. И тут хочу призвать, призвать к нам святой Евангелие. Эта фраза, кстати, встречается во многих Евангелиях, да? Но я на сей раз открыл Евангелие от Матфея, глава 11, где Господь говорит нам «Имеющие уши слышать, да слышат». Ни раз и ни два мы еще будем повторять эту удивительную фразу Господа нашего. Он не говорит, будьте внимательны. Я, кстати, часто, когда только, там, раньше, когда я только приступал к Евангелию, я вспоминаю, что я неправильно цитировал это место. Я часто говорил «Имеющие уши, да слышат». Ну, здесь так все понятно, конечно. Господь говорит о чем-то более сокровенном. Он говорит нам, что слышит, воистину слышит, только тот, кто имеет уши слышит. И, наверное, главная задача, которая стоит перед нами, вот всеми, кто участвует вот в этом замечательном нашем цикле, это воспитать у себя уши, имеющие слышать русский язык, святую русскую речь. Несколько лет назад в очередной раз, я не знаю, в который раз, читая для себя, просто я люблю это искотворение, Анна Андреевна Хаматова «Мужество», я чуть не вскрикнул. Оказалось, что есть фраза, которую я читал, но я ее не расслышал. Я ее слышал, но не расслышал. И, может быть, это происходило или происходит с вами. Сделайте для себя это открытие. Меня оно когда-то окрылило. Дело в том, что вот эта фраза, она уже ближе к концу стихотворения, помните? «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, от плена спасем», она говорит, «и внукам дадим». Тут и крылось вот это самое открытие. Анна Андреевна говорит о русском языке, «и внукам дадим». Я вдруг ощутил, я осознал, что я по возрасту, между прочим, ее внук. Да, я родился через череду поколений. Я как раз ее внук. То есть я мог бы быть сыном ее сына по возрасту. Я понял, что вот эти слова Анны Андреевны… А помните, мы с вами говорили, что почему поэт в России больше, чем поэт? Да, во все времена. Потому что истинные, великие русские поэты Анны Андреевны принадлежат к их бессмертному числу. Они всегда еще, помимо того, что они замечательные мастера слова, они еще и пророки. Всегда, сегодня защита русского языка, сегодня усилия, направленные на сохранение его чистоты, на его сбережение. Вообще защита, ограждение его от нечисти требует от нас мужества. Это правда. Это правда. И недалеко то время, собственно, оно уже наступает, когда сохранение родного языка, это, по сути, речь идет о чем? Сегодня, борясь за чистоту русского языка, мы, по сути, боремся за чистоту великой русской святой души. Мы боремся за чистоту нашей веры, мы боремся за сохранение русской, великой русской нации. Это так. А изначально главным, вот, краеугольным камнем в этом здании, конечно, является великий русский язык. Нам об этом две тысячи лет назад поведал святой апостол. Ибо вера от слышания, да, от речи. Вот такое замечательное стихотворение. И поэтому я призываю вас действительно очень бережно относиться к дорогому нашему слову. И пусть эпиграфом нашей сегодняшней с вами беседы станут вот слова нашего Спасителя. «Имеющий уши слышать, да слышит». Дело в том, что кто-то, может быть, скажет, а почему это вообще должно быть очень важно? Дело в том, что слово исконно русское «наука», ну, «наука» и «наука», я когда-то столкнулся с совершенно замечательным объяснением, я принял всем своим сердцем. Дело в том, что слово «наука» произошло, знаете, от каких? Вы сами не расслышали, а давайте вместе попытаемся это расслышать. «Наука» – это «науха». Да, да. Как и чудо это было. Помните? Чутье, слышать. Какой вообще феномен звучащего слова. Он пронизывает всю русскую речь на самом деле. Очень важные моменты, ключевые моменты в русском языке всегда связаны не с феноменом видения, а именно слышания. И поэтому «наука» – это «науха». И вот наша предыдущая беседа, помните, мы говорили, увы, да, увы, ах, мы утрачиваем прямо на глазах, как вода в раскаленный песок. Уходит эта великая культура беседы, общения людей. Мы умеем перебивать друг друга, грубим друг друга. То есть мы, помните, говорили не о том, что мы говорим, а как мы говорим, как это со стороны выглядит. И поэтому люди ведь в беседе всегда утешают друг друга. Для чего еще служит беседа? Мы много утешаем друг друга, если мы перебиваем нашего собеседника, не даем ему досказать до конца мысли. Вы знаете, я вот вспомнил и хочу об этом сказать. Вы уже знаете, я не раз и не два говорил о том, что в жизни у меня была радостная такая работа. Много лет назад я преподавал русский язык иностранным студентам. Ну, еще работал в деканате университета. И я помню, ко мне пришла одна немка, у нее, у Трейнхольда ее звали, у нее была очень серьезная проблема. Она пришла заплаканная. И я изначально знал, что я ей помочь не могу. Не потому что не хочу, а проблема была такая, что нельзя было ей помочь. Я очень устал, это был конец рабочего дня, и рядом со мной сидел близкий человек, который мне говорил, ну, надо, надо, идем, ну, скажи ей, что нет, и все. Но я внимательно сидел и ее выслушал. Это было, длилось около 40 минут. Стыдно мне было. Я понимал, что я ей не смогу помочь, вот. Но я ее внимательно и неподдельно, я ее действительно слушал, пропуская, наверное, вот через сердце, через себя вот эту проблему, с которой она пришла. Самое поразительное, что когда она уходила, успокойно, она мне сказала, большое вам спасибо. И когда она ушла, когда за Уттой закрылась дверь, та женщина, что сидела рядом со мной, сказала, слушай, а что это она тебе сказала спасибо? Ты же ей ничем не помог. Я сказал, ты знаешь, наверное, за то, что я ее выслушал. Наверное, вот еще какая-то есть главная функция нашего общения, функция такое, холодное слово, одна из составляющих человеческого общения, что мы утешали бы друг друга. Иногда, возможно, утешив близкого, возможно, даже не произнеся ни единого слова, но набравшись терпения, смирения, просто вот выслушать человека. Да, ему тяжело на себя, просто не перебивая, Христа ради, не перебивая. Вот интересная вещь. Дело в том, что у меня на родине, в Азербайджане, есть такой район горный, очень красивый, очень красивый. У него русское имя, да, оно называется Гусары. Вот так называется. Но я вам, кажется, говорил, что в азербайджанском языке все ударены на последний слог, поэтому его называют на азербайджанский момент Гусарой. Но там Гусары. Дело в том, что в свое время, два века тому назад, там стоял Гусарский полк. И там, я не знаю, я давно не был на родине, но в былые времена, в советские, там был домик-музей Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтов, когда был сослан на Кавказ, вы помните, за что, он жил в этом домике и довольно долго жил на Кавказе и именно в Азербайджане. Самый паразитный, я потом, я очень любил его, интересовался его жизнью, что он вообще был, ну вы знаете, он был необычайно способный человек, в том числе и к языкам. И время, проведенное там, он потратил даже на то, что ему было интересно, был интересен язык местного народа. И вы знаете, он научился довольно прилично говорить по-азербайджански. Я читал эти свидетельства, ну лучше него считать, что почти, ну очень хорошо, свободно изъяснялся и Бестужев. Но Лермонтов тоже очень хорошо был по-азербайджански, но читая его жизнь, я встретил, что у него была даже любимая азербайджанская поговорка. Если дословно перевести, смысл этой поговорки, знаете, в чем заключается? И я понял, почему неспроста она полюбилась Лермонтову, у которого словарный запас, вы запомнили? Был 326 тысяч слов. Так вот, эта поговорка вот о чем говорит. Если ты промолвил одно слово, высказал, то второе слово будь добр выслушать. В этой поговорке заключена вот эта формула, да, пусть холодное слово, но формула правильной беседы. Не монолог, типа, знаете, как вот говорят, молчать, когда я беседую, да, молчать, когда я беседую. Нет, беседа, как в той поговорке азербайджанская, молвила одно слово, а другое – будь добр выслушай.